Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Артём Александрович Смирнов, заведующий гинекологическим отделением филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Артём Александрович! Рады видеть вас в нашей студии. Мне бы хотелось, чтобы сегодня вы рассказали о работе вашего отделения и по каким основным направлениям вы осуществляете оказание медицинской помощи населению. Работа гинекологического отделения основана на плановой, в основном, работе, благодаря чему мы осуществляем помощь разным категориям населения. Прежде всего, это военнослужащие, которым оказывается любая помощь в полном объеме. Но в том числе мы работаем и с населением по каналу ОМС и по платным медицинским услугам в том числе. То есть, охватываем все сферы деятельности. Какие основные медицинские услуги вы оказываете населению? По каким направлениям работаете? Основное направление сейчас нашего отделения – это высокотехнологичная, малотравматичная гинекологическая помощь. То есть, всё основано на малоинвазивной хирургии, высокотехнологичной. Благодаря чему достигается максимальная эффективность лечения, минимальное пребывание в стационаре. Если мы говорим о развитии ВМП, достаточно ли у Вас оборудования для осуществления подобных операций? Это очень хороший вопрос, потому что на данном этапе развития госпиталя это только радует, потому что оборудование для оказания всей высокотехнологичной помощи постоянно обновляется. У нас существует только для работы гинекологического отделения две стойки разной направленности для обтоминальной хирургии, для малоинвазивной хирургии в гинекологии, такие как гистероскопия, резектоскопия. Манипуляторы обновляются. Сейчас только что закуплен новый манипулятор, которым даже нет необходимости пользоваться. Вы с таким энтузиазмом рассказываете про оборудование, я понимаю, что это основное в вашей работе. Помимо рук и самих врачей необходимо, конечно же, высокотехнологичное оборудование. Это, безусловно, одна из основных составляющих современной медицины и гинекологии в том числе. К сожалению, без оборудования не всегда можно сделать то, что ты хочешь сделать. Ты понимаешь, ты можешь, умеешь, но оборудование тебе это не позволяет. О чем мечтаете, чего бы хотелось, чтобы еще появилось в операционных, в вашем распоряжении? Как я уже сказал, по большому счету сейчас даже и мечтать не о чем. Полностью, да, отделение оснащено. Мы настолько оснащены, что даже нет необходимости пока еще пользоваться то оборудование, которое закуплено и ждет на готове. Но оно должно быть всегда, безусловно. То есть это просто замечательно, что оно есть. Если у нас придет негодность какой-то из аппаратов, мы его тут же можем поменять и начать работать на новом. Артем Александрович, с какими недугами, с какими проблемами к вам обращаются пациенты? Сейчас, ну вот опять же с учетом того, что имеется у нас оборудование, у нас немножко меняются и подходы в отделении непосредственно в этом. То есть за, вот сейчас будет отчетный год, за вот этот отчетный год у нас произведено только две лапаротомические операции. То есть когда с использованием разрезан, да. То есть все остальное – это малоинвазивная лапароскопическая хирургия. И, соответственно, из-за этого расширяются перспективы нашей работы, то, с чем мы сейчас начинаем работать. То есть практически, ну, можно сказать, что вся патология, да, но это мало что может сказать для населения. Но в основном проблемы внутриматочной патологии, как основная проблема вообще в принципе гинекологии, проблемы бесплодия сейчас выходят на такой первый план. Почему? Оборудование позволяет, оснащение госпиталя позволяет. Сотрудничая с Питером, где у нас является, ну, это я говорю сейчас о непосредственно военнослужащих, находится основной центр ЭКО для пациентов. То есть мы имеем возможность полностью обследовать, полностью провести все диагностические мероприятия для того, чтобы подготовить непосредственно к ЭКО. ЭКО проводится в нашем госпитале или все-таки пациенты пока направляются в Санкт-Петербург? Но до этого момента мы проводим полное обследование, полную подготовку, если это потребуется. Или решаем вопрос о факте бесплодия, ну, непосредственно на этапе лечебно-диагностических манипуляций, в том числе, как раз опять же, используя те же самые гистероскопии, лапроскопии, их сочетания, обследования. Есть ли перспективы, что ЭКО появится и в нашем госпитале? Хотелось бы, конечно, но пока тот объем работы, который мы выполняем, вполне достаточно для населения. И это мы говорим о военнослужащих. Центры ЭКО для гражданского населения, они существуют, их достаточно много, и необходимости заниматься именно этим родом деятельности, наверное, у нас такой прямой необходимости нет. Мы занимаемся высокотехнологичной помощью именно гинекологической, когда мы можем оказывать лечение пациентам по другим направлениям. Какие это направления? Направление высокотехнологичной медицинской помощи, это сейчас основные направления, это органно-сохранящие операции при достаточно больших размерах опухолей, яичников, матке. И оказание лечения при пролапсах гениталий, в том числе с использованием и сетчатых имплантов, и за счет собственных тканей. То есть направлений очень много, которыми мы занимаемся. Занимаемся в том числе высокотехнологичной помощью у онкобольных в гинекологии. В плане сохранения женского здоровья какая проводится работа в вашем отделении? В плане сохранения, ну это то, о чем я собственно и говорю. То есть самое главное это малая инвазия. То есть когда пациент, ну можно сказать, уходит от нас и не замечает, что вообще с ним что-то происходило. Примерно после операции, через сколько часов или дней уже пациент может встать на ноги и собственно отправиться домой самостоятельно? Сейчас очень сильно сократился койко-день, сократилось пребывание пациента у нас в госпитале. По последним отчетам и расчетам наших, то есть койко-день резко уменьшился. Если говорить конкретно, вообще все индивидуально, но при... Ну при хорошем стечении обстоятельств. При хорошем. Через два часа после малых гинекологических операций, так называемых, пациент через два часа встает. Вот и чувствует себя, собственно говоря, как ни в чем не бывало. У нас есть определенные нормативы, по которым пациент должен находиться у нас в госпитале, просто под наблюдением. Но первый день госпитализации, операция, на следующий день пациент самостоятельно, совершенно спокойно уходит. То же самое и после лапароскопических операций. Если это операции на придатках, то на следующий день как ни в чем не бывало. Как будто ничего и не произошло. Артем Александрович, вы сказали о том, что принимаете пациентов не только категории военнослужащих, но и всех остальных. Вот с какими документами, с какими направлениями они могут попасть к вам, ну первоначально, безусловно, на консультацию, но и на дальнейшее оперативное вмешательство, либо лечение. Документы те же самые, что и в любое гражданское учреждение. У нас существуют квоты на оказание медицинской помощи гражданскому населению. Это то же самое, что и в гражданских направлениях. Паспорт, полис, СНИЛС, объем обследований, необходимых по стандартам, по приказам гинекологическим. Точно так же все. Ну в любом случае, первоначально они могут обратиться в госпиталь, получить информацию. Единственный момент, что для госпитализации, так как плановое отделение, то есть существует порядок госпитализации, запись достаточно короткая и никаких проблем госпитализируем. Мы поговорили о направлениях работы вашего отделения, затронули вопрос оборудования. Как дело обстоит с кадрами? Немаловажный вопрос. С кем вы работаете и кто лечит ваших пациентов? С кадрами у нас сейчас вполне замечательная обстановка. Как раз, идя на интервью, только об этом думал, что у нас замечательный тандем получается в отделении, где у нас есть, так можно назвать, в возрасте гинекологи опытные, со своими взглядами. Где-то, может быть, для нас кажутся уже старыми, но и гинекологи более молодые, с прогрессивными взглядами. Иногда даже бывают такие творческие споры с целью все равно выработки индивидуального подхода к каждому пациенту. Все это обсуждается с одной точки зрения, с другой, но приходим к общему консенсусу. Какие вы видите дальнейшие перспективы развития вашего отделения? Перспективы продолжать развивать высокотехнологичную помощь, малоинвазивную. То есть границ этой помощи, наверное, пока еще не видно. Применять все в более-более сложных случаях, направлениях развития, более широкое развитие малых гинекологических операций, на которые в какой-то степени оказывается малое внимание. То есть мы стремимся где-то говорить о более масштабных моментах и забываем о практически повседневных женских проблемах, которые надо тоже не забывать, лечить, корректировать и помогать. Какие-то проблемы? Какие-то проблемы? Начиная с любых проблем, которые нарушают качество жизни, любые интимные проблемы, любые проблемы в половой сфере, которые приводят к ухудшению качества жизни пациента. То есть, на мой взгляд и на взгляд многих гинекологов, на данный момент не существует проблем, которые нельзя решить или хотя бы скорректировать и улучшить качество жизни. И об этом пациент должен понимать, обращаться к доктору. Может быть, где-то, если ему отказывают и говорят, что это невозможно, попытаться найти другого доктора. Но таких проблем не существует, но на них надо обращать внимание. То есть, надо понимать, что медицинская помощь, она тоже совершенствуется, не стоит на месте. Появляются новые разработки, появляется новое оборудование, поэтому замалчивать те или иные проблемы не стоит. Даже самые минимальные, которые можно решить достаточно быстро, просто. Но женщины иногда об этом не любят говорить, где-то скрывают, думают, что это нормально. Что-то им мешает жить. Такого быть не должно. Это прогрессивный век, поэтому мы тоже должны идти впереди планеты. Согласен. Артем Александрович, что бы Вы пожелали всем Вашим пациентам? Здоровья, счастья. Самое основное, наверное, не попадать к нам, что может быть не совсем правильно с точки зрения врача, но Вам к нам лучше не попадать. Но если что-то возникнет, даже любая мелочь, которая будет Вам мешать, мы все поправим, поможем. Все сделаем. Артем Александрович, сколько в среднем проведено операций за этот год по высокотехнологичной медицинской помощи? Не считал еще пока окончательно отчет, но ежедневно у нас проходит в среднем три операции. И если разграничивать понятие высокотехнологичная медицинская помощь, которая идет по ВМП, это какие-то гигантские образования, онкологические ситуации, еще что-то. Но практически ежедневно одна из таких операций является высокотехнологичной именно в этом, понимая. Остальные не менее высокотехнологичные, но немножко по другой категории. То есть, я еще раз повторюсь, у нас все операции эндоскопические. Если говорить про онкологию, насколько в последнее время увеличилось количество пациентов, страдающих этим заболеванием? Ну, к сожалению... Конкретно вот в Вашем отделении? По процентам я Вам это точно не скажу. В нашем отделении это присутствует ежедневно. Мы оперируем в той или иной степени онкологических пациентов, ну, по разным направлениям, начиная от шейки, матки, матки, яичники. Еженедельно это происходит. Мы с этим сталкиваемся. Ну, так сказать, объективно Вы не можете увеличивать за последние годы количество таких пациентов или нет? Ну, это все-таки статистические группы, которые должны подсчитывать по району. Что касается нас, я не могу сказать, по какой причине просто их стало больше. Просто, может быть, они стали больше нам доверять, идут, и мы помогаем. Или, может быть, просто стало больше выявляемости? Нет, по выявляемости сейчас тоже мы немножко подняли планку. Почему? Потому что с приходом малоинвазивной гинекологии в госпитале, конечно, выявляемость стала проще. То есть, если раньше нужен был какой-то подвиг для лечебно-диагностических манипуляций, то сейчас это совершенно стандартная ситуация, и достаточно, что самое главное, это без последствий для пациента, если это требуется, 2-3 часа, и он как ни в чем не бывал. 10-15 минут наркоза, глубокого сна, и все забыто. Как страшный сон. Да. Ну, для нас это повседневная работа, мы к этому относимся достаточно просто. И главное, главное вовремя обратиться за помощью к специалистам и не затягивать ни с какими проблемами. Ну, это тоже очень интересная проблема, да, что наши пациенты забывают хотя бы раз в год посещать гинеколога, чего ни в коем случае делать нельзя забывать. Я имею в виду, что надо ходить, и на те нормы, которые существуют у нас в стране, если им следовать, то пропустить что-либо очень сложно. Следите за своими здоровьем. Спасибо, Артем Александрович, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!